Маленький подшаг, левый прямой, возвращаемся. Правое как стоит здесь, никуда не девается. Вот, он говорит один. Теперь, чтобы быть сильным и здоровым, или, например, знать основы самообороны, далеко ходить не надо. В Сургуте, на улице Сквозная, с недавних пор открылся самый настоящий центр единоборств. Желающих его посетить уже много, занятий ведут специалисты, знающие свое дело. Один из них, Степан Игнатьев, за тренерскую карьеру успел воспитать ни одного и ни двух чемпионов. Сейчас, под его началом, младшая группа, для которой боевое искусство – это пока скорее игра. Месяца два-три тренировки, это УФП хорошие, физическая форма. Бегаем, отжимаемся, приседаем, друг с другом, осягощения какие-то. Степан Алексеевич признается, на предложение проводить занятия в центре единоборств согласился, не раздумывая. Условиями удовлетворен, но для полноценных тренировок необходимо еще кое-что добавить. Первое впечатление хорошее. То есть зал хороший, укомплектованный. Есть пожелания кое-какие, я руководителям сказал, нету турника здесь. Без турника единоборства никак. Турник обещают установить в самое ближайшее время. В центре единоборств уверены, в будущем воспитанники Степана Игнатьева продолжат прославлять сергиевскую землю. Очень много лет наблюдая за его тренерской деятельностью, в самом деле человек талантливый, у него есть свой особый подход к ребятишкам, он растит чемпионов. Это уже проверено десятилетиями. Поэтому, когда появилась идея расширения, укрепления нашей общественной организации, мы решили привлечь Степана Алексеевича к тренировкам по армейскому рукопашному бою. Сами тренировки в секциях проводятся в Центре подготовки спортсменов «Крылья», где ведет работу общественная организация поддержки и развития контактных единоборств «Легион». За два года с момента основания она расширилась. Так только за последние месяцы сюда пришли более 70 регулярно занимающихся. Увеличились и площади. Мы завершили подготовку двух залов. Нам отрадно видеть, что молодежь и дети идут к нам заниматься. Мы пригласили высококвалифицированный состав, который успешно тренирует детей в нашем районе. Ну и, соответственно, нам приятно, что дети идут к нам и хотят и стремятся заниматься спортом. В основе нашей организации лежит приверженность спорту и здоровому образу жизни, воспитанию патриотического духа среди молодежи и уважения к старшим. Каждый должен понимать, что дети – это наше будущее. И лишь от нас зависит то, как мы этих детей воспитаем. Секция работает как для взрослых, так и для детей. Занятия бесплатны. Под крышей центра занимаются армейским рукопашным боем, айкидо, ММА, самбо-дзюдо, детским боксом, кроссфитом и женской самообороной. Цель – вырастить спортсменов и вывести их на большую арену. В этом вопросе общественная организация ведет тесное сотрудничество с другими регионами. На данный момент мы продолжаем работу с фондом «Я расту со спортом». То есть за нашей работой наш коллега и друг Мирослав наблюдает. И в будущем, когда у ребят начнутся соревновательные процессы, когда у ребят начнутся результаты, мы будем выбирать лучших из лучших и отправлять их на соревнования региональные и федеральные. Пока же первой ласточкой станет турнир районного масштаба, который планируется организовать к 76-й годовщине Великой Победы. Дмитрий Сурков, служба новостей телеканала «Радуга-3».